Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прио. Многие люди думали, что межфракционные рейды и межфракционные подземелья будут ключевой фишкой нового дополнения. 10.0, когда старается припатч, мы сможем вместе ходить по рейдикам, альянсы, орда, вместе ходить по подземельям, альянсы, орда, одеваться, зачищать боссов, зачищать рейдики. Но оказывается, компания Blizzard опережает саму себя и вводит это нововведение уже в обновлении 9.2.5. Но что довольно-таки забавно, так это то, что сегодня 1 февраля, и мы даже не знаем точную дату выхода обновления 9.2. Ну, что я могу сказать? 9.2 предположительная дата уже известна, я рассуждал об этом на ютубчике в отдельном видосике, ну а 9.2.5 просто-напросто выйдет через месяцев 5 после старта обновления 9.2. На официальном сайте, посвященном World of Warcraft, имеется полная статья насчет межфракционных рейдов и межфракционных подземелий. Давайте быстренько с ней ознакомимся и глянем абсолютно все ключевые моменты. Ответ от разработчиков. Межфракционное взаимодействие. Ну, тут текст, 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 вот. Мы стремимся поскорее расширить доступные игрокам возможности, масштаб необходимых изменений таков, что их нельзя будет внести до выхода контентного обновления конец вечности, то есть 9.2. Вместо этого мы планируем закончить тестирование новых функций и добавить их в игру как часть последующего обновления, 9.2.5. Мы будем рады узнать ваше мнение об информации, которую мы делимся сегодня, и о самих изменениях, когда они появятся на ПТР после выхода конца вечности. Конец вечности — это обновление 9.2. Создавая набор правил для новой функции, мы преследовали две цели. Цель номер один, цель номер два. Можете прочитать ее. Соблюдая эти принципы, мы создали следующую систему. Тут рассказывается, по какому принципу мы сможем инвайтиться. Альянс с Ордой, Орда с Альянсом. Чекаем первый пункт. Игроки смогут пригласить в группу конкретного представителя другой фракции, если тот находится в их списке друзей по батлтак, или настоящему имени в батлнет. В целом это одно и то же, только в первом случае пишутся буквы, цифры, во втором случае — фамилии, имя. А также, если они входят в одно и то же межфрикционное сообщество в ВОВ. В тот момент, когда я вводил бзду за маунтом, мы делали игровое сообщество. И вот если люди находятся в нем с разных фракций, то можно спокойно друг с другом взаимодействовать. Окей. Второй пункт. Заранее собранные группы в списках системы поиска групп или эпохальных подземелий, рейдов или рейтинговых Ориен, полей боя будут открыты для игроков обеих фракций. Однако, лидер группы может сделать группу доступной только для игроков одной фракции. Собственно, будет какая-нибудь галочка, ограничивающая инвайт человека с другой фракции. Окей, хорошо. Третий пункт. Гильдии по-прежнему будут предназначены только для участников одной фракции. По факту, это мелочи. Эти группы созданы случайным образом. Например, для подземелий в героическом режиме, стычек или случайных полей боя, поскольку в случайных группах меньше напряжения, связанное с фракциями, также для соблюдения принципа добровольности, чтобы стоящий в очереди орк случайно не оказался в группе с четырнадцатичным эльфом. По факту, для БГ имеется функция наемника, и она немножко помогает в этом плане реагаться чуть быстрее. В целом, новость бомбезная, новость реально классная. Тут также еще написано немножечко про всякие рейтики, про всякие штучки-дрючки и закорючки. Я скину эту ссылочку в описании к видосику, можете все сами поизучать и внимательно почитать. Я лишь только подчеркнул основные мысли и основные моменты этой статейки. Я рад этой новости, так как я играю на Альянсе, и нынче игроков Альянса маловато. Это грустно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!